Жертвы во имя спасения жизни мирного населения. Представители властей Новороссии готовы прекратить военные действия и заключить перемирие с Киевом. В свою очередь главный спонсор Национальной гвардии отказывается сворачивать военную технику. Игорь Коломойский прокомментировал указ президента Украины о прекращении войны. Ради сохранения жизни мирного населения Новороссии в Донецкой Народной Республике объявили о прекращении огня. Решение было принято на встрече в Донецке. Об этом заявил премьер-министр республики Александр Бородай. По словам представителя ДНР, перемирие будет действовать до 27 июня. Мы в ответ на прекращение огня со стороны Киева обязуемся прекратить огонь со своей стороны. Не вести боевые действия со своей стороны. Срок действующего прекращения огня тот же самый, какой объявленный официальным Киевом. До, если не ошибаюсь, в 10 утра 27 числа. В целях нормализации обстановки на Украине и в Новороссии пошел на уступки и президент Российской Федерации Владимир Путин. Накануне он предложил запретить использование внутренних сил нашей страны на территории Украины. Но, несмотря на все это, украинский президент, судя по всему, не в состоянии контролироваться их подчиненных. Олигарх Игорь Коломойский и главный спонсор войны на Украине. В ходе рабочей поездки президента Петра Порошенко на Донбасс открыто заявил, что не будет подчиняться его указу о мирном урегулировании и что его армия все равно добьет ополченцев на Юго-Востоке. А депутат Верховной Рады Иван Стойко пошел еще дальше. На заседании парламента он не стеснялся выражениях в отношении Российской Федерации. «Мы сегодня имеем войну с той монголоидной расой, фашистской Россией, которая лезет как саранча на Украину, чтобы уничтожить наше государство, нашу нацию». Стоит отметить, что вслед за ним выступил депутат из Кременчуга, который пожаловался на тяжелую экономическую ситуацию в регионе. Проблемы возникли из-за того, что торговые отношения с нашей страной приостановили, а основным потребителем всем местной промышленности традиционно были именно российские компании. Тенденция расколов и разладов наблюдается и в вооруженных силах соседнего государства. Командир батальона «Айдар» в эфире украинского телевидения рассказал, что, по его мнению, в руководстве так называемой антитеррористической операции есть предатели. Он заявил, что ополченцы Новороссии обладают информацией о всех военных планах украинских силовиков. Я уверен в том, что в руководстве АТО есть зрительство. Потому что полоненцы, которые мы захватываем, они с нас смеются и рассказывают, что мы знаем, что каждый вылет вашего летака, каждый вылет вашего геликоптера, мы знаем все ваши целые указания. Когда идут бомбардирования или другие события, мы просто уходим из позиций, идет бомбардирование, мы снова назад вернемся. А пограничники украинского государства бежали на территорию Российской Федерации. Порядка 80 военных перешли через пункт пропуска в нашу страну, чтобы укрыться от огня во время столкновения с ополченцами. Также из определенных источников поступает информация о том, что Национальная гвардия, несмотря на договоренности, продолжает бомбить окрестности Луганска. Дарья Скобеева, Время новостей. Дарья Скобеева, Время новостей.